Сегодня четверг, 7 часов утра. Начинается наш трип. Главное у нас будет большая длинная дорога. Загрузились. Два велосипеда здесь. Мы впереди. Вперед в путешествие. Поехали мы через польскую границу. Было немного машин, но провели мы 3 часа. Ехали мы без ПЦР-тестов. Для белорусских погранцов у нас документ был командировочный. Соответственно, мы оставляли в лоте командировочный. При въезде мы сразу купили сим-карты, покушали, ну и дальше уже сытыми поехали в путь. Официальным данным погранцы нас должны были посадить на 7-10 дней в карантин. Чтобы не сидеть, мы поехали узнавать, что с этим надо делать. Новости. Движемся дальше. Будем решать проблемы дальше. Короче, карантин 7 дней. Знаете где? Если не хотите ничего пробовать нового, лучшее место это Макдональдс. Проверим. Хотя я вообще не ем, но сегодня уже можно. Как мы решили проблему с ПЦР-тестами и с карантином? Мы дозвонили санэпидестанции и начали утверждать, что мы транзитом и покинем Польшу в течение суток. Одни говорили, что вы сдаете ПЦР и проезжаете, другие или вы должны сидеть 7 дней и сделать на 7-й день ПЦР-тест. И после этого, если негативный, отрицательный результат, вы проезжаете дальше. Нам это, соответственно, не устраивало, так как старт уже был через 2 дня в Дании. Дозвонились еще одной женщине, она нас проинформировала, вычеркнула у нас, короче, из списков карантина и сказала покинуть быстро в течение 2-3 часов в Польшу. Мы проехали быстро в Германию и уже нашли жилье возле Берлина. Мы уже в Германии, 10 вечера по-нашему, ночуем. Вот такой небольшой номер. Завтра утром встаем, небольшая пробежка, садракаем и дальше в путь в Данию. Замучены, уставшие спать. У нас утренняя пробежечка. Вчера, сколько мы проехали? 700, а, 820 километров. Сегодня нам еще осталось 770 и будем в Дании. Не пронесло у нас проехать просто в Данию, поэтому сейчас собрали у нас паспорта, сопровождают по территории Дании, возвращают нас в Германию. Мы едем, находим где делать тесты, ну и должны опять пустить. С выезда 66 въезжайте направо и потом выверните налево. Вот такой палатки, вроде бы как бесплатно. И должны впустить нас опять в Данию. Вот такой документ мы получили, отрицательный. Стояли мы 3 минуты в очереди, 8 минут ждали и все. Пришли в кафе. Точно на улице можно кушать, если у тебя нет теста при себе, а если есть тест, можно внутри. Но все равно дают буклет какой-то заполнить. Вообще все данные заносятся. И сдаем обратно. Обед по расписанию. Ну вот мы уже в Дании. Едем на место регистрации. В Дании, как ни странно, нету короны, не видно. Все без масок. Но входят в рестораны, какие-то госучреждения. Видно сразу с QR-кодами, либо с отрицательными тестами. Маски не понадобилось и нам. У нас уже был на руках отрицательный тест. Симпетичный город. Чтобы пройти регистрацию, организаторы заранее предупредили и пришлали письма с заполненными анкетами, указанное время регистрации и постановка велосипеда. Вот по факту этого ничего не было. Мы пришли, было все свободно. Поэтому без очереди прошли на регистрацию, спокойно зарегистрировались, проехали небольшую тренировку впоследствии. И после уже тренировки мы поставили велосипеды в транзитную зону. Мешки после плавания для велосипеда и для бега мы клали с правой стороны от велосипеда. На месте переодевали, соответственно, сразу брали велосипед для велоэтапа. Очень-очень много. Расположение регистрации было очень классное, так как на территории была расположена уличная еда на все вкусы. Я бы ждал каждого спортсмена. Соответственно, мы взяли традиционное паста и пиццу, колу по желанию. Кто может, хочет, либо пиво даже кто-то брал. Так что классно посидели, загрузились. Ну и уже поехали готовиться к гонке. Завтрак перед стартом. За полтора часа, за два с половиной часа у меня тост, рахсопаста, банан, сыр, печенье, чай. Ничего нового. Завтракаем, загружаемся и едем на старт. Если организаторы не дают разминаться в отъезде, соответственно, можно взять резину. Достаточно времени, чтобы размяться на суше перед плавательным этапом. Плавали мы в бухте. Один круг 1900, 1880 метров, если придираться. Очень много поворотов, зигзагов, поэтому было и сложно ориентироваться, но и легко, так как далеко никуда не заплывешь. Вот, поворотов, наверное, 10-12 было поворотов, где-то на 90-180 градусов, но всегда либо возле стены, либо возле буев плывешь. Поэтому вот и там получился для меня очень хороший. Проплыл за 25-23 в первой возрастной группе. Первая транзитная зона составляла около 700 метров. У всех она большая, 3-4-5 минут. Велоэтап. Был большой круг, 90 ровных километров, но поделен как бы на два участка. Первый участок 60, около километров, и второй уже 30, с небольшим пиком, там небольшая горочка была. Там, где я потерял запаску все, и баллончики CO2, и камеры, но не хотел терять время, соответственно, я уже доезжал без нее. Слава богу, я не прокололся. Классный очень веломаршрут, быстрый асфальт, очень ровный, в деревнях, все подбадривают, болеют, отвлекаешься на природу. Получилось проехать в группе, средняя скорость там 49 км в час, и вело получилось 2-12. И четвертое место в возрастной группе. Беговой маршрут составлял 3,5 круга в старом городе, поддержка была просто на высоте, все болели, хлопали, кричали, называли твои имена. Блин, это того стоит, и поэтому посещаем такие соревнования, которые очень сильно после этого запоминаются. После финиша дает 2 Рагула. Здоровое питание. Все отлично. Комментарии попозже. Выложился, седьмой, пока вроде. Доволен. Дорога обратная, мы немного срезали через паром, прикольно, красиво. Проехали мы за все путешествие около 1700 км. Главное, получили мотивацию, впечатление, новую для себя страну открыл, зарядились обстановкой. Путешествовать сложно, но возможно. Будем дальше искать приключения. Подводя итоги соревнований, я стал в итоге, в седьмой так и остался. Первый я был на плавании, четвертый был велосипед и девятый бег. Да, слабый пока мой вид бег, но ребята очень сильные, поэтому первая тройка, четверка, бегут 3.35-3.40. Я пробежал 21 км по 4.01, но очень доволен на теперешнее время. В итоге 4.07, это седьмое место. Следующие старты у меня будут уже в августе, поэтому, если вам интересно, я постараюсь опять в дальнейшем записывать видео и небольшое делать отчеты. Всем пока, спасибо за просмотры. Субтитры сделал DimaTorzok